здравствуйте друзья и подписчики моего канала в этом видео хотел показать как можно определять полярность конденсатора электролитического который имеет плюс и минус то есть полюса в том случае допустим если на самом корпусе не указано где у него минус а где плюс то есть как правило вот если взять вот такой конденсатор в большинстве случаев на самом корпусе у него будет указано где у него минус ну как правило минус указывается хотя встречается конденсатор где указан плюс но ведь бывают такие случаи где либо краской может эта сторона залита либо зацарапана в общем неизвестно где у него плюс а где минус а этот конденсатор именно от подходящей емкости напряжением которые именно его хотелось бы поставить схему и ну и самым простым способом как можно определить где у него плюс один минус этот через измерение тока который будет протекать в одном направлении в другом в общем смысл этого способа проверки заключается в следующем вот у нас схема имеется блок питания самый обычный но идеальный случай вы так если блок питания с регулировкой напряжения но если нет такого то такой оптимальный вариант это вот 9 вольтовый можно взять 12 но лучше все таки вот 9 вольт и мы просто подключаем амперметр причем нам понадобится диапазон измерения там до 100 миллиампер всего лишь и мы берем минус от блока питания и плюс который идет через амперметр и подсоединяем конденсатору который проверяем если допустим и правильно подключим плюс подадим на плюс конденсатора а минус на минус конденсатора после его очень быстрого его заряда то будет нулевой то есть он проходить не будет через него ну а в том случае когда мы изменим полюса и подключим неправильно то есть минус к плюсу конденсатора ну а плюс блока питания к минусу конденсатора то в этом случае будет образовываться некий ток утечки этого конденсатора но он будет относительно небольшой в разных конденсаторах по разному но в среднем где-то вот там где-то единицы с десятки миллиампер и поэтому можно определить что полярность неправильное подключение но те давайте практически покажу как это делать вот у меня тут конденсаторы на различную емкость но и посмотрим где какой ток у них будет итак это мой блок питания такой демонстрационный с регулировкой напряжения ну и сейчас на нем восемь с половиной вольт ну а это встроенный амперметр и по нему буду определять какой-то будет идти итак берем конденсатор относительно большой емкости на 10000 микрофарад ну и здесь сразу мы видим что минус это вот этот на это плюс сначала подключаем правильно минус к минусу а плюс к плюсу и смотрим вот кратковременно пока произошел заряд у нас мелькнула тут какое-то значение миллиампер но после этого 0 и желательно разрядить его а теперь подключаем наоборот неправильно и смотрим и сразу видим что у нас сток утечки 30 миллиампер но и для себя запомнили что вот такой емкости вот такая утечка примерно берем немножко поменьше конденсатор это у нас на 1000 микрофарад но и то же самое делаем минус к минусу плюс плюсу то есть правильно подключаем он быстро зарядился и никакого тока нам не показывает при правильном подключении и подсоединяем наоборот неправильно и и и видим что здесь уже вот 89 миллиампер берем еще меньше это это на 470 микрофарад сначала правильно и ну ли видим теперь разряжаем и неправильно и уже меньше 2 3 миллиампера утечки и как видно чем меньше емкость тем и ток утечки меньше это на 100 микрофарад сначала правильно 0 и потом неправильно здесь вот видим что он так даже растет то есть то есть уже есть вероятность что этот конденсатор либо скоро пробьется либо что-то в нем может быть не так перед его использованием желательно его тестером проверить на правильную работу но тем не менее все равно он показывает нам ток утечки берем еще меньше на 10 микрофарад а здесь вот на этом конденсаторе наоборот на самом корпусе не минус а плюс указанные тут плюсики стоят ну и также сначала правильно нули и неправильно и ток от 30 миллиампер и начинает увеличиваться еще меньше вот один микрофарад правильно подключаем ничего и неправильно вот при такой емкости когда уже один микрофарад ток измерения он достаточно маленький и не хочет определяться для этого можно увеличить напряжение до 12 допустим поднять и поскольку мы подключаем неправильно его то желательно кратковременно есть вероятность что он может даже взорваться от такого подключения такого напряжения то есть как видим совсем маленький 1 миллиампер утечки то есть для проверки таких конденсаторов на маленькую емкость около 1 микрофарад а использовать надо тестер с уже не миллиамперами а микроамперами ну давайте для примера продемонстрирую этот тестер выставляю на нем минимальное значение предел 2 миллиампера мы соединяю с блоком питания последовательно ну и вот сначала правильно и даже при правильном подключении ток утечки есть небольшой совсем но теперь неправильно коротковременно и видим что он гораздо больше то есть до 1 миллиампера поднимается но если попадется емкость еще меньше электролитического конденсатора то итог там еще будет меньше хотя электролита они в основном такие примерно такой емкости что вот таким нехитрым способом можно проверять полярность электролитических конденсаторов а на этом и все кому понравилось видео ставим лайки подписываемся на канал мы ждем новых видео всем всего хорошего пока